Так, уже народ прибыл сюда, стоим все ждем Так, становитесь в одну шеренку, разобрали Дилеты, изделия, галстук поправили Так, как стояли? Ты стоишь отдельно Все, больше не бойтесь, сегодня бойцы поднимемся Так, почетный караул, так, готов? Я не увидел Я уже поздравительно оформил все, будем 20-го утром выпускается уже 608 Военно-морской флаг, поднятый на корабле военно-морского флота, является боевым знаменем корабля, символизирует государственную предотвращенность корабля, готовность защищать государственные нарушения морских и океанских ладжа Я-609 Корабли военно-морского флота, ни при каких обстоятельствах не спуская своего флага перед противником, предпочитают Если государственный флаг военно-морской флаг в бою будет сбит, он должен быть не видно заедет Для обеспечения замены сбитого военно-морского флага должны быть не готовы запасные флаги Флаг гвардейского ракетного крейсера Москва подарили нам 1 октября на открытие Сейчас будем отождествовать Вольно Собрались у меня Отождественное мероприятие Сейчас заводим последних бойцов и начинали Так Чуть-чуть, дайте немножко назад, а то я буду флагов снимать Да, класс Вот, не-не, нормально, нормально, чуть-чуть буквально 20 сантиметров, все лишь Чтоб я флаг заснял Погашни-то 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 Все уже вроде, давайте Добрый день Уважаемые ветераны, дорогие наши друзья Все, кто прибыл сегодня к нам на 50-й приговору подошли Мы сегодня собрались по поводу усвоения Погашни-то Надо было ему выйти сюда Погашни-то 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 С нашей земли. Эта земля полностью ходит на кровь. Камни, скалы, трава и земля. Все в крови, защиты. Она вошла в нашу жизнь. Мы сейчас уже знаем, что происходило. Мы должны помнить о их подвиге. Мы должны быть достойны этого подвига. В этот день, в этот день сегодня, весь день над нами будет реять гвардейский флаг. Этот флаг 1 октября, в день начала работы 30-й береговой батареи, нам был подарен, вручен представителями экипажа гвардейского ракетного трейсера посылок. Сегодня этот флаг будет реять. Весь день он будет реять на батареи. Над Севастополь. Влаг, поднять! КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 В этом году По войны, Севастополь, имевший мощную систему береговой и противовоздушной обороны, практически не был защищен с суши. Лишь в мае 1941 года был проведен смотр оборонительных рубежей. С началом боевых действий командование флотом в июле приступило к подготовке системы сухопутной обороны, состоявшей из трех рубежей – передового, главного и тылового. Оборона Севастополя имела большое оперативное значение, сковывая в течение 8 месяцев крупные силы противника на южном крыле советско-германского фронта и не позволяя ему развернуть наступление на Кавказ. Она стала одним из ярких примеров стойкой защиты военно-морской базы, окруженной противником суши, а по своей продолжительности не имеет аналогов за весь период Второй мировой войны. Немаловажную роль в обороне нашего города от немецко-фашистских захватчиков сыграла бронебашенная батарея номер 30. Она очень долгое время сдерживала силы противника, не давая ему пройти в город. Орудия батареи наносили огромный урон постоянно атаковавшим тридцатку войскам противника. Но давайте же переместимся в те героические дни, когда советские солдаты и матросы стойко обороняли нашу родную землю от немецко-фашистских захватчиков. Итак, утро 17 июня 1942 года. Противник занял восточные склоны 30-й батареи. Немцы пытаются подойти в основную к башне. Союз овощенной погрешей станет 100-й батареи. 120-й батареи. Атакуй защитников батареи. где-то да под давлением превосходящих сил противника батарейцы отходят на рубеж обороты к западной башне обороты Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok В 1941 году, посмотрите фотографии, у нас есть врачи и хирургов, Мармерштерн, Саул Маркович, сделал 106 операций в этом помещении, 98 из них самые тяжелые. Вот как раз фотография, он оперирует, а ему ассустируют аэропетов Александра Сергеевна после войны, после того, как она покинула 30-ю батарею, попала в плен, но затем была освобождена из плена и долго, сейчас мы еще проживали. Вдыхательный аппарат, искусственная вентиляция легких, а соседнее помещение, это была ординаторская доктора. Ну, сейчас заглянем в бюлтеру Ордянского. Подожди секундочку, секундочку. Ну да. Вроде бы... Ординаторская была, телефон полевой. Вот, полевой телефон, видишь, на столе стоит. Это тоже на макете. Телефон полевой. Телефон. 450 стоит кнопочный телефон. Samsung. Сделать их бесплатно, но забрать их платно. Ага. А кушать их нельзя, они не шоколадные. Лучше не стоит. Если бы... Молодцы. Если бы они были шоколадными, они бы растаяли уже. Молодцы. Ради безопасности любовь, лучших лиц. Железо есть не надо. Витя, понял, а то есть едобное, пошли дальше туда. Съешь железо. Можешь утробок. Съешь железо. Съешь железо. Съешь железо. Ординаторская. Продолжение следует...